Ну чё, сидишь на карантине, на самоизоляции? А как же, обязательно. Новости смотришь там, чё? Новости смотрю, не отхожу. Все каналы просматриваю. Кто где говорит, за повязки, за памяти нет. Я на всех каналах по несколько раз смотрю за эти выхождения из дома. Вот эти вот маски, промазки, какие угодные, какие один раз используют, какие долговечные. Всё это я и в душе пересматриваю, передумываю. Ну в общем, я слежу за этим и дома сижу, никуда не выхожу. Вот говорят, 65 лет надо сидеть дома. И переживаю за тех, кто ходит, кто выходит. Молодые, не понимают этого. А ты не выходишь? Я не выхожу. А за хлебом? Ну если я один раз была вот в магазине. Я вот сейчас звонил, короче, есть вот организация волонтёров. Да. Взял номер, вот я тебе могу его дать, ты его запишешь. Короче, узнал, есть ли у нас в Семилуках волонтёры. Сказали, да, есть. Но там, короче, смотри, как устроено. Там заказ обрабатывается до трёх дней. То есть, вот если тебе что-то нужно, ты должна за три дня, то есть, вот это всё, короче, заказать. И только вот через три дня тебе принесут. А, ещё они просят заказывать так, чтобы хватило на неделю. Ну, как бы, и, наверное, волонтёров мало, и вот, видишь, вот три дня обрабатывается, там, в зависимости от регионов же. Вот, у нас в Семилуках вот всего два заболевших вот в Италии ездили. Так их отправили? Их отправили в Воронеж, да, вот на собачьего какие жили. А, в Усмаль, в Усмаль. Нет, это, смотри, как 12 в Воронеже, двое в Семилуках и двое в Семилуцком районе, вот, которых ты слышала. А эти есть прям в Семилуках, на собачьего ещё двое было. Да, это вот Стародубцево, я знаю. Вот, 10 дней они, говорит, тут были, это, в городе. Вот, так что это воспринимай всё серьёзно. То есть, не так, будто бы там это только в Москве, то есть, а у нас тут это... У нас есть. Вот, то есть, воспринимаем всё серьёзно. И вот я тебе дам номер, если хочешь, можешь им вот звонить, они могут, это, ну, продукты, лекарства, короче, вот. Могут за коммунальные платить, ходить, короче, вот. Или хочешь, это, ко мне переезжай, чё, это, тогда и не надо будет никому звонить. Ну, можно каждый день будет хлеб горячий есть, а не раз в неделю. Тебе тут чё, как весело? Как? Весело дома. Дома, ну, я привыкла дома сидеть, и у меня телевизор. Да ты ходишь сколько обычно? Телевизор я не знаю, что делать. Обычно по подругам ходишь, гуляешь сколько, воронеж ездишь. Нет, сейчас я не хожу никуда. А сейчас вот это... Сейчас не хожу, и подруги мои никуда не ходят. А к тебе заходит кто? Нет, никто не ходил. Ко мне они и тогда не ходили. Вот, ну вот сейчас, кто будет звонить, скажи, лучше потом, пока самоизоляция. Конечно, конечно. Вот, чтоб там ни вверх, ни кто, вот, чтобы они вот все сидели тоже дома. Вот так лучше по телефону поболтать, если что. Вот, а то это... По телефону мы разговариваем. Вот. Ну, а что ты, телевизор только смотришь? Да, а что еще? Ну, вообще, какие у тебя занятия там, не знаю, может там пыль ходишь, протираешь, готовишь. Занятия, завтрак готовлю, обед готовлю, ужин готовлю. Вот. Так вот. Порядка не занимаюсь. Ко мне не хочешь переехать? Я поправила за эти недели. Ко мне не хочешь переехать? Да нет, пока нет. А что, у меня и телевизор вот побольше, и там, и звук лучше. Нет. И виртуальная реальность можно помилку. Я телевизор не посмотрю. Почему? В двух комнатах телевизор стоит. Да? Ну, нет, пока нет. И виртуальная реальность можно по всему миру путешествовать? Виртуальную реальность можно, да. Ну, вот, ну, у меня... Да я буду приходить, вот, кончится карантин. Так а если он будет до конца года? Ну, посмотрим. Ну, давай так, смотри. Потом поговорим. До конца месяца, если вот он будет, закончится, то есть в мае, если его не будет, то оставляем все как есть. Если он говорит, что преодолеваем еще на месяц, то переезжаешь ко мне. Посмотрим. Ну, а так он будет его отдалять и на месяц, и на два, и на три, и что ты будешь. Телевизор только смотри. Поговорим потом. Живое общение, виртуальная реальность, опять же. Поговорим. И так же, и хлеб так же, что вот я схожу, куплю там так же, что. Поговорим потом. У нас вон это, в Альянсе пекут горячий хлеб. Вот, не так, что это. Понятно. Ну, в общем, ты сидишь дома. Ты соблюдаешь вот правила самоизоляции. Дома, никуда. Только вот иногда, может, когда раз в неделю, да, там, за хлебом, да? Ну, так. Ну, вот. Ну, теперь можешь вот я тебе номер дам, вот волонтерам позвонить и узнать, да? Да. Потом расскажешь, как что, приходили, не приходили. Вот мы еще это снимем. Ну, все. Все, да, на этом-то, да. Песенку споем. Это сейчас, следом.